Мы с вами расставили, как мы, Каспаров, Уканков, а теперь у нас на очереди 87-й год. Реке 87-й год здесь партия Тайк-Ярдерсона. Исландская красавица Тайк-Ярдерсона, бедный знаменитый чемпион мира Михаил Тайк. Это делалось немножко долго, 43 хода. Черный сдавец, когда уже был енергерный мат. Е4, Е5, конь Ф3, конь С6, слон Б5. Ну, вы, наверное, не знаете какой дебют, вы уже на середине рано спросите. Какой? Испанская партия. Испанская партия, да. Ну, здесь ученых очень много вариантов. Но самое популярное – это ученые прогоняются слона. Хотя есть, не обязательно играть в ИС-15-5, ИС-6, ИС-5, Гуни-6, и каких-то вариантов нет. Ну, это уже целая теория, сладского партия, много там написано. Но самый популярный, старинный ход, еще более 19-го, 18-го века, это черный прогоняй слона, а 7-6. Беда снова наступает. Хотя, возможно, и размен ИС-6, но это так пишет, когда ты играл. Но это, в принципе, не доверяет его преимущество, и поэтому… Слона «жалка» – это, кстати, слово называется испанское слово. Вот он создает участок, всякие неприятности, начало. Поэтому его мы, как правило, стараемся сохранить. Слона 4, Гуни-6, 0-0, короткорпировка. Вот здесь, слон ИС-7, здесь, если вот, можно эту пешку попить, но, так далее, эту пешку становится, и реальность после лады Е1, и ферзи-2, и белый получает преимущество. Поэтому это не вредно встречается. Чаще играют слова ИС-7, теперь лады Е1. Уже в Бразилии попить коня, а ИС-5 ждет, потому что это, конечно, и щена. В принципе, до ухода лады Е1, там просто размены происходят. Поэтому надо проверять слона В5, ну, белый ход, вот, В3, правильно. Черный заказчик, разряд лица, 0-0, короткорпировка. С3, Д6, Д6, H3. Это называется, говоря, за счет Чигольна, это очень популярно. Чигольна, можно знать, он где-то можно какой-то партнер смотреть. Он в XIII веке, он был, играл вообще 15-го состоительства. Еще в 1800, там, где-то годы можно посмотреть, но сейчас не важно. Вот, так что и он так часто играл, поэтому эта позиция называлась, это построение называлась защита Чигольна. А что, значит, конь А5, черный продолжает, Геннадь, нет такой, продолжает, знаете, слона, слона С2. И теперь играю в С5, ну, нажимаю назад, С7, С5. Теперь Белый играет Д4, здесь находка. Рано ребенка делается узнавской партии, когда это улюдение все по центру. Черный, ну, грозит от того, что просто повезете пешку, измениться, где есть, если пешка поем, поэтому, для более популярных вот, собственно, и не другие. Белый играет на таком Д7, такой вариант, в принципе, слона. Ну, самое распространенное играет Ферзь С7. То есть все противники играют, вот чего, Ферзь С7, Ферзь Д8 С7, да. Теперь Белый плац, Белый плац, конь БД2, БД2 на Д2, едет Д2. Здесь такая идея, этот конь часто перестраивается, идет на Ф1, потом на Е3, и на Ж3, и вот здесь пункт Белый захватывает. Рем попадает на Д5, рем попадает на Д5. Но черный играет, если сыграть С7, заканчивается, Белый отцепили, как он, на Ф1. Ну, вот я вот говорил, направляясь в центр. Ну, знаете, ослабленные Белый плац, произошел размер на Д4. Ну, не всегда так играет, но у нас еще же стоят, ставят крепость, не скрывая центр. Ну, в данном случае последовало СССР, СССР и Белый плац, СССР. Открытый линии С, вызывался черный, выведенный на нее Ладьев, АССР. Но Ладьев остается здесь, потому что она должна прикрывать корректирую Ладьева, СССР. Конь Е3, вот конь, задняя идеальная поля, в центре. Черный сыграет Конь С6. Конь С6. И Белый, здесь, пройденную пешку, Д5, прогнал механизм. Захватили сейчас, Ладьев, и 4, Д5. Захватили центр. Ну, Ладьев, и центр, сейчас будет в их распоряжении. Черный сыграник, мы переходим на Б4. 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 Опять напаренная слона, здесь просто красят выглядеть фигуры, видите, здесь. Раз, два, три, три, удары, наступаясь, с него две защиты. Поэтому надо дальше наступать. Куда дальше? На Б1. Выбор нет. Слон Б1. И важно еще эту слону подъезжать. А потом пригодится. Пока вы куда-то вступали, но это не страшно. Черные играли опять, они не применятся, они хотят, как-то не сойдет, получили на первом слоне. Собирали опять. Белый прошли А3, прогнали коня. На 3 прогнали коня. Коня 6. Теперь, этот пункт С5, в распоряжении черных есть. Кое-то апреклона стоит. Два коня нападут на поле Е4. Пешка Е4. Поэтому, когда собирал Два Е4, пускает коня и зажимает перед ним слон. В2, В4. Это поле, где-то под контролем. Поле остается на 6, не очень удачный. Черные здесь играют Ж6. Ж6, опять. Это поле, который стоит под контролем. В случае, иногда эта ладья вступает, и, если черная полная слона, через 8, перескать будет на Ж7. Отдольщик обрабатывал слон, туда фруктуруется слон. И сюда ему это даётся, но идея такая, где-то перебросит туда слона. Вот здесь последовало слон Два. Теперь пешка А5-крыт выглядит выгрузка. Потому что там ферзь стоит, но слон будет подкреплять. Поэтому черные изменяются на В4. А, В и А, В. А, В и А, В. Синьком. Синьком. Черное защитение мы взяли на Б7. Перед Б7. Медливый цикл. Начали активизировать слона. Если он сначала вступал, теперь расходят в сторону. Слона Д3. Уже разрешили мыть пешку А5-крыт висеть. Слона все хорошо стоять. Черные ее защитили, отступили, когда у Коньца Синь. Белый сделает только такой ход, Коньца 2. Тоже отступили. Здесь до сих пор это всё, что по теории. А тут, когда придумал оригинальную машину для своего коня, то является они собственной пешкой, а больше поддерживается пешкой решение. Потому что Коньца 3 уже стоит не удел. Убил он, а сцепил их. И встать придумал другой балл, что вы видите, какой. Коньца 2. Черные сыграли Конь H5. Здесь, во-первых, они присутствуют активность привязь. Двинулся меж краев. Ну, мы можем купить сюда, наверное, через почву. Белый просторгачивает развитие на первом плане. Слона Е3. Продолжение давит отсловить на первом плане. Слона Е3. Теперь Белый сыграет ветер в сторону Слона Е3. Слона-то поле держит. И приятный ход. Ладья 7. Поэтому черные сыграли Ладья 8. А почему Слона может даже отпустить сюда? Ну, Ладьян отступил. Ладьян отступил больше. А там у кого-то нет. То есть у него сейчас идея иноферного флага заплатить инициативу. На Кровецкого там, Слона Баскалюка в конь можно отступить, на юзинку прикрыть. Можно Ладьян отступить. Так что, Слона пока там не понимает, что там дальше дело. А у Белого ясного плана. Снать его на первом плане. Поэтому, черный сыграл Ладья 8. Ну, кто-то подтверждает, как Ладья 7, Ладья 8. И отступил на Ладья 8. Белый сыграли Ферн 2. Понятно, что они пропускают Ладья, если будет не размен. Но сейчас последовательство. Ладья 2, а вы обернули. То есть, некоторое давление на первом плане продолжается. Но черные разменяемы на 1. Аня, на первом плане, как раз и камили на 1. Вот он побил на 1, на 2. Вот этот хитрый конь, он продолжает хитрые движения. Маневры с ладьями на 1. Идея в том, что конь на 3 перескочил. И будет слабый конь. Теперь опять, если 5, но особенно опять неприятно. Поэтому конь там будет стоять очень хорошо. Черные сыграли. Вот черные сыграли опять. Ну, они как будто не садили, управляют, играет в манге. Потому что на Ферн 2 их ничего нет. На Ферн 2 придерживают кое-как линию. Но здесь игра в черных. По в основном, когда перейдут на B3, то ладья на Олимпу опять будет давление. Поэтому черные пытаются садить в другую группу. На Ферн 2 сыграли их 5. Вот теперь последовало 2, по в основном, 6. Ну и черные, забили конь же 7. Но это то же самое могло бы Титана. Дело бы не изменило. И белые сыграли кое-как линии. Кои-как линии. Кои-как линии. Кои-как линии. Кои-как линии. Вот они там наметили свои какие-то дыры на Ферзевом фланге. Черные тогда сыграли их 4. Они там пытаются, значит, изолировались по их 4. Пытаясь этого слона там как-то повезти. Но слон никуда не пропадет. Потому что он всегда разменяется на какую-то фигуру. Поэтому, в принципе, он там... Кажется, что черные защитились и на Королевском фланге, и на Ферзевом. Последовала конь опять. На этот ход входил в планы. Конь довольно мощный себя чувствует. Когда попадался на полных взгляд. Потом здесь функция 6 неприятная. Можно туда перескочить. Последовала ФСБ-6. ФСБ-6. Теперь белые не меня занимают, но и апельсанты занимают, пока здесь конь стоит. И так хороша. А вот лагеринцы она не сплакиваются. Играет лагеринца-1. Лагеринца-1. Черные собрали лагеринца-8. Где-то лагеринца пристроила душевая связка. Последовала ФСБ-2. Белые продолжают наращивать давление на ФСБ. Играет лагеринца-1. Играет лагеринца-1. Играет лагеринца-1. Играет лагеринца-1. Последовала полица Е8. По Е8. Для этого тут ударов выставляли. По Е8. Белые сыграли ФСБ-3. Как посередине Дара-2. И тут черные собрали слону 6. Слону 6. Слону 6. И белый собирал конь С6, как-то вторгин с конем. Конь добрался до цеха, потому что когда Танин начинал, он здесь конь Е3 стоял. Вначале стоял на Б1, потом конь Д2, потом конь Ф1, потом конь Е3, потом конь С2, потом конь А2, Х1, потом конь Б3, потом конь А5 и конь С6. Сколько он ходил? Десять сделал. То есть здесь 30 ходов, то есть в третьих партиях принадлежит конь, но он добрался до цеха, потому что она очень неприятная. Он и к королю близко приблизился, и вообще там сковывает движение. Но удивительно, что именно он нанесет сейчас скорую решающую дару. Последовало конь Х5, конь Х5, ферзь Б2, ферзь Б2, слон Ж7, ну, слон Ж7, белый на Ж7. Белый, который меняется на Ж7, и король по белому Ж7. Ну, кажется, что по-прежнему такая партия, что называется «Дневничный равновесие». То есть черный корольский фланг держит, ферзь он тоже держит, и как усилица. Но вот так знаменит тем, что он находил какие-то жуткие ходы фантастические, и этим, собственно, и отвечался. И вот здесь, ну, преимущество белого-то бесспорно, но ясно, что не пенсатива. Потому что черных нет, разводов, которые держатся крепко, но гибриды никакого нет. Ну, как взломать крепость? Кребость, кажется, не преступный черный. Как ее взломать? Черный торгивает совершенно прорезительный ход. Ну, как вы думаете, какой? Конь Х7, конь Х7. Конь Х7, а ты просто, ну, перешелся на место коня. Конь Х6, это прекрасно. Что он там на ИСЕВЕЗЕЗАЛЬНОВАЮТЬ? А? Конь Х7. Слон, F5. Ну, конь Х7, уже кто коня просто. Я же ковпешку возьму, да? Здесь умерет еще на фангулке И5. Это не центр славы, если вы на углу дара. Но... Слон, жерк тут коня, не славы. Но жерк тут коня, не славы. Так? Уже пять. Конь Х7. Конь Х7. Конь Х7. Не славы первых. Какой? Конь Х7. Конь Х7? Да. А потом конь Х6, если бы бросить за это ходом. Ну, может быть, был такой ход. Но на конь Х5 особого вопроса нет. Потому что конь Х6 отойдет. То есть непонятно, что дальше делается. Слон Х4. 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 Ну, это какое-то ослабление. Слон Х4. 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 пешки, их всегда очень сложно держать, но в период, попробовать сибирить праксу. Между тем. Просто на парке на В5. Просто черный бедный так и неожиданно. Швидет называется, потому что взяли и поставили на воде. Но воде вроде нельзя. Они просто выехали пешку В5. Ну здесь под черной сферой, а на 6. Что-то за счет этого хода парке 3-донучно, потому что такой неожиданный ход, когда лая выставляет под пешку, это всегда произвело сильное впечатление. Перед на 6. Ну черный взяли на В5. На В5. Теперь ну снова в С6. Д ставим к ого. И лая на 5-дон переходит, на 5-донучно. И так далее. Но здесь, здесь, потом, когда анализировали партию, выяснилось, что здесь самое лучшее надо было ферзиат дать. Ферзиат дает на 6, потом дает на 6, и получается ладья, фигуры, и ну как-то можно было сопротивляться. Вот. А черные сыграли в конце 7. Ну, он напрашивал и сказал, в конце 7. Кажется, да, кажется, что, кажется, что ладья и в конце там все сложно съесть. Кажется, что ученые судьба это. На 6 стоит сломать на 6. Просто можно было взять на 6 в конце 7. давайте посмотрим. Слово бьет на 6. Надо возить на саджение. ДС. Вот. Теперь зайти на 6. Ферзиат дает на консультацию. Ферзиат дает на 6. Вот. А теперь что? Теперь все равнялось. Ну, беду сильный фут ладья 3. Ладья 5. Ну, грязи просто пешком идти вперед. Беду ученые дабы заберут на 5. Ладья 5- 5- Бау. Ну, опять что, все порно. Две реки фигуры, две реки фигуры, по ферзиат. Но пешка повторная опасная. Конь Ашев 6, конь Ашев идет на 6, то потекивается. На Ашев на Ашев, да? Вот. И А6, А6, и здесь можно сопротивляться, конечно, было, но пешка А очень опасная. Ну, графит А7, там, например, сейф-шар, то есть, пешка может пройти к везде. Штатная позиция, значит, позиция, где был сделан первый ход. Я поставил Владя А7, 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 А6, А7, что это не выиграют, то есть они, тогда делать это нельзя, но сейчас опять она подходит, а если она уходит, она теряется словно на три. Но здесь поставил такой белый признавший эффектный ход, как избавиться от связки. Кажется, что владеет связь, но игре чем-то не гибнет, не гибнет чёрное, не гибнет чёрное. Но что ещё один? Какой? Слонная фигура? Нет, если сюда, можно, конечно, но тогда появится бешка. Если всё, то играет фигура 6, но фигуры всё-таки нет. Фигуры нет, и пока… Ну вот нашёл ещё болезнячное решение. Нет, мы… Кольник-5, может быть, было… Кольник-5 можно пойти, там куда-то появится, конечно, но всё-таки я заполучил туда игру. Ну, возможно, есть разные годовые были, но так, конечно, нашёл первый способ избавиться от этой связки. Да, не связано, но нашёл эффектный способ избавиться. Ну, пошёл в воде, оба оси, видите, какие эффекты в воздухе делают. Ну, и теперь выясняется, что просто я напал на связь, а? Поэтому что, приходится бить сюда. И здесь ещё один эффектный ход. Ничего не меняется на оси, здесь он уже степку выкраивается, он без гей-5. Если вы берёте гей-5, а здесь торгается ферзь, и… Тут уже катастрофа, потому что торгается ферзь, потом на руках он идёт сильный. Он… Ну, так вот, ты, да, один шарф, второй раз – два. Он сыграл… Но бить опять плохо, потому что… можно и каё подбить, и потом… Ну, да, да. А? Владимир один. Да, так и было, Владимир один. Да, так и было, Владимир один. Кажется, что… Чё, тут всё в порядке, потому что грозит? Грозит мат наш один. Напрашивается… Чё, хоть слова больше съесть… Ну, да? Шарфа… Ну, ага, сейчас ход проигрывает. Ну, ага, сейчас ход проигрывает. Такой… Последовало бы… Такой ход, когда шесть, и нет никаких шарфов, и не отмана, значит, отмана. Приходится отдавать ферзь, это чёрная боя. То есть это, конечно, нужно с самого начала считать. Бить слона… Слава больше хочется взять, но нельзя. Да? Вот. А выиграли что здесь? Какой ход на месте? Конь же четыре. Конь же четыре. Правильно. Ну, ему сказали, короля из матовой сети. Конь же четыре шарфы. И… Теперь уже надо, когда… Король на шесть года нет. Король на шесть сыграл. Король на шесть. Пока не мат, но ещё… Ну, отдаётся, да. Король на шесть. Коня шесть. А? Ну, так и будет в партии. Поиграть игром в матове. Король на шесть. Теперь король отступает на и-7. И теперь… Теперь как можно было? В сервер. В сервере нет. В сервере нет. В сервере нет. В сервере нет. Но конь продолжает сказать элегантное движение. Он на следующий задний договор шарф. Какой мат? Нет, только в сервере не держится. Какой мат процесс. Конь шальчикает? Правильно. Конь шальчикает? Конь шальчикает? Очень красиво. Король Ага решает два коня. Ну, ферз, конечно, участвует в игре, ладья, но решающий шальчика объявили конь. Один конь решает таким образом. Раз, два, три, четыре. Перескочил туда на последнее время. А второй шальчикает у того. Ну, вот, поэтому партия, вот, такое впечатление бездорожное, что не случайно она была первая нарушила в том году, и как. Мы, Йорк Еленовичу, готовы. Ну, красиво, окончательно. Конец очень красивый. Как кажется, что есть верхний марк, вот, так и так грозит марк. Нет защиты. Но, вернее, защиты есть, а это ферзианда. Ферзианда, это будет еще мало, потому что там же Ферз и Владимир просто будет. Уже никаких ферзианда не было угадывания. Вот. Но, оказывается, в данный такими разумами, это партия. Это партия. Это партия. Это партия. Это партия.